9 октября отмечался Всемирный день почты. О том, как в условиях новой реальности работают почтовые отделения, расскажут мои коллеги. Выражаю вам благодарность за ваш преданный труд, за то, что делитесь вашим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Татьяна Зимина доставляет людям письма открытки газеты и журналы уже 40 лет. Свой путь на почте России она начала в Пензенской области. Сейчас продолжает его в Краскове. Татьяна Петровна уже 5 лет на пенсию, но с профессией почтальона расставаться не собирается. Говорит, работа на ногах полезна для здоровья. А здесь на свежем воздухе ни болезнь, ничего. Я знать не знаю, чтобы или болеть, или ни гриппом, ничем мы не болеем. Почтальоны особенно у нас редко, редко раз бывает на больничном. Всегда мы на свежем воздухе. Ко всей погоде мы привыкаем. С весны этого года, помимо корреспонденции, Татьяна Петровна кладет в свою сумку антисептика и салфетки. На маршруте и в почтовом отделении находятся в маске и перчатках. Посылки и письма обрабатываются санитайзером еще на этапе сортировки. Все меры безопасности соблюдаются и в зале почтового отделения при работе с клиентами. Безопасность наших работников это для нас прежде всего. Соответственно, безопасность клиентов наших ответственно идет на этом же уровне. Соблюдаем все режимы, которые нам были предписаны Роспотребнадзором. Мы также принимаем меры к дезинфекции помещения. Три раза в день каждое помещение Люберецкого городского округа и почтамта обрабатывается. У Татьяны Зиминой индивидуальный подход к каждому клиенту. Во время пандемии ее работа приобрела еще большее значение, особенно для людей старшего возраста. В период самоизоляции почтальон был и помощником, и собеседником, и долгожданным гостем. Они говорят, осторожно будьте, жалейте себя, нас много, а вы одна. Мы вас, говорит, все любим. Новая реальность стала катализатором развития онлайн-продаж во всем мире. Почта России – важное звено в этом бизнесе. В 2020 году объем почтовых отправлений вырос в два с половиной раза. Компания активно развивает собственную курьерскую службу. Нововведения есть и в обслуживании клиентов на дому. Мы сейчас пошли еще дальше. У нас есть теперь МПКТ – это устройства, которые принимают на дому коммунальные платежи. То есть клиенту не надо будет сюда приходить. Приходит к нему почтальон. Соответственно, с МПКТ квитанция заносится, оплата производится на месте. Минимум соприкосновения, минимум вообще всех манипуляций. Со Всемирным днем почты жителей округа поздравили активисты молодой гвардии «Единой России» и члены молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.